друзья всем привет а точно мы едем на обзор дома едем в поселок привет скажи у нас сегодня утро и разбудили пихнули да друзья с днем прошедшим россии всех у нас сегодня люди посмотрит завтра мы бежим на автовокзал озвучить поселок не будем потому что вдруг нам понравится этот дом не будем пока рассекречивать вот посмотрим с вами опять шелкуется площадь дома большая тоже не буду озвучивать дабы штирлицы не вычислили вот и площадь участка тоже хорошая заинтригуем и цену тоже не скажем о тут пыль наверное мне больше будет смотрите ой поспевает она постепенно успела полно внизу так побежали на автостанцию блин то есть давай я же не вижу как это подожди блин вот уронила так мы идем на автостанцию потому что поехать нам надо туда на автобусе сегодня все риэлторские агентства выходные никто не хочет работать все хотят отдыхать вот так нам хорошей удачной поездки а вам приятного просмотра наше видео и не забудьте подписаться на наш канал вот такая улица сейчас так ой минуту вот такой подход к дому забор металлический чтоб коты не убежали ли собачки а фура вот дом дочка попросила поснимать тоже ну володь говорит вот на фотках все красиво а когда подъезжаешь вроде все немножко по-другому но забор просто поярче смеемся в солнечную погоду снимали поэтому другое восприятие дом сам кирпичный газ есть даже в ремянке есть газ он хозяева идут с этой стороны этот забор и шифера спереди железо чё ты говоришь так это вход и вход в дом виноград это времянка хозяйкой показывать не буду кусты роз вишни а это вот то есть это вот до границы участка висела даже это утащили ванна была стояла в летнем душе большую забрали маленькую привыкли за что ну да ну да по моему тоже вишни яблоня яблоки какие это туалет летний я так поняла ну участка такой небольшой на говорят что бабушка жила она умерла и это хозяева из сургута вот приехали только участка прям маленький-маленький ой кот так хозяйку не буду снимать сарай какой-то здесь наверно держали кого-то каких-то животных скорее всего такой вот сыраюшка перед шланг что ли ну вот проведем он идет от общей системы секунду так же на счетчик идет сюда тут конечно ремонты везде надо делать естественно на газе мы когда приезжали те годы и готовили здесь здрасте здрасте я для дочки сюда пойдем вода в доме да да я тоже сразу погляжу ага а мы с этой я и так тут ворочатся у меня уже семьдесят восемь лет не подскажете канализация или септик ай тихонько ну септик канализационные кухни небольшая ага дом большой но вот полы уже да первое время можно жить в смысле пользоваться чем первая комната а вот тогда гордина мы уезжались отвалилась этого которые ворота обещают все приварить старая чугунная батарея да но нехорошо влезет окна пластика мы как-то год один здесь оставались в жире мадирь 10 лет будет в августе как не стало там окно в этом придется менять видимо где ванну туалет да нет как ты это ты в кадр там попала этот небольшое помещение и закрыт давай я еще раз пройду это да посмотри потому что народу много так вот это вот кухня маленькая маленькая прям сейчас метров шесть наверное и туалет с ванной сейчас еще раз покажу что-то еще так окно под замену полностью там вообще а ну да вот эта колонка или котел висит в бане говорите хозяйка идем дальше смотреть а это что такое то есть получается из прихожей вот так вот раз два три потолки очень высокие да потолки тоже высокие три комнаты да знаешь один дефект это было окно это ванну потом когда газ провели они взяли и там да да вот такая комната батареи на йоге везде идут по этим по стенам полы просевшие надо пол полностью менять прям вскрывать и все менять вообще и комната так странно без окна двери такие вот это как бы как как прихожая то есть получается заходишь на кухню а потом получается прихожая потом еще одна комната комната здесь уже с окном окно идет пластиковая выход это наперед сюда ну вперед дома батареи скорее всего не знаю наверное тоже но это вот комната побольше чем предыдущие две два года то есть вот так получается Нижнегородская область какой Нижний Новгород вот и как бы это получается как гостиная как зал здесь тоже большущие огромное окно пластиковое вот такое с внешней стороны дом мне неудобно при хозяеве снимать там трещина идет по дому потолки очень высокие сейчас я вот отойду так чтобы показать вот и вход получается из зола еще в одну комнату то есть путь и зал так это получается раз два три четыре четыре комнаты прихожая и кухня маленькая прям совсем маленькая кухня и ванная вот это вот спальня она как бы ну такая наверное самая большая вот из всех комнат и зал расположение комнат хорошее кстати вот давайте еще раз пройду ну да это поменьше комната это получается комната здесь без окна такая темная вот я сейчас еще раз вот так стану в прихожей вот получается три двери правильно у них здесь стоит холодильник потому что на кухне вот стоит негде кухня очень маленькая вот такая прямо это сразу вход то есть получается вход сразу на кухню сейчас на кухне вот такой видите скошенный вот так потолок идет вот и вот подводка под газ газоплита газоплита да а что разве сегодня день города нашел так это такая вот ну как я не знаю как правильно называется это вход такой деревянный получается холодный вход вот так а на кухне батарея есть наверное да она не вижу потолок странный какой то это пристройка она не капитальная она доделывалась в общем ремонт конечно вложений очень много надо а вон оно окно то из комнаты да то есть окно сюда выходило а это пристройка поэтому окно сюда выходило и а теперь из-за пристройки из-за пристройки таком получилось без да сделано водостоки ну отмазки отмазки старые можно сказать нет это получается вот это получается пристройка ну да Володя говорит окно прямо под замену конечно ну да пристройка такая такая трупа а живет она сама а дочка она живет а дочка то нету ну в основном да виноград посажем вот видите ой вот до стойки аккуратно так ну чего парамет ну да чердак вот смотри выходный чердак видишь одну женщину глазок побелить так уже две недели и не да этот дом ну и этот как я фундамент тоже нам да мы раньше делали залепили а сейчас фундамент нам да и отмазку фундаменты отмазку надо делать а это вообще без фундамента вот тут траву то дергают руками здесь даже есть телефон да ты шо все переезжай что как тебе переезжай а ой все под ремонт что что у тебя тут это облазишь весь нос облазит а здесь есть магазин он находится рядом но кроме магазина ничего нет чуваки да вообще ничего нет ни школ ни садиков не только что две машины не амбулатория две фуры отъезжали от магазина за загрузки короче вообще здесь ничего нет ну хутор Хутор. Кроме домов и магазина одного, ничего нет больше. Пойдем что-нибудь купим. Я проголодалась. Вода. Вода, вода, вода. Так, наши впечатления. Хуторские решила снять. Кстати, мы затарились едой. Купили два снежка. Как обычно, булки. Мы пока ищем дома. Распухнем. Нас разнесет по полной программе. Зато мака здесь у них. Мака? У местных этих. Да. Ну, кстати, да. Покажи. Я тебе не дам. Володя купил с маком, а я купила... Слушай, размер булок вообще такой впечатляющий. А я купила булочку с повидлом. Мы хотим немножко перекусить. А мы прошлогодние. Прошлогодние? И обсудить увиденное. Первое, что в магазине видели воды много. А вода здесь плохая. Она с запахом сероводорода в Октябрьске. А? Ну, да. Это как вот в сторону Октябрьского вот туда, да? То есть во всех этих... Немного воды здесь нет. Да. Вот. И, соответственно, бытовая техника тоже, как в Моревке, да, там, как в этом мы смотрели. Будет лицеть. Вот. Дом ципер стоит магистральный. И то он не спасает. Вот. Так ты кушаешь тут фуд... Как это называется эти? Едят-то. Фу, запыла. Забыла. Да, которые на камеру едят. Да. Да. Мукбанг. Мукбанг. Да. Это на камеру, которые едят, чавкают. Мы не такие. Вот. Смотрите, не дорого. Полтора миллиона всего дом. Так. Мы не будем его покупать. Тогда расскажем, давай, наверное, где он находится людям. Давай. Сейчас мы посоветуемся. В общем, друзья, поселок очень маленький. Он прямо малюсенький. Хутор. Хутор. Ничего, кроме... Кроме вот этого магазина здесь нет. Вообще от слов. Вообще. Инфраструктуры ноль. Магазине, кстати, цены, ну, так, достаточно нормальные. Я даже помидоры здесь купила. Они дешевле, чем дейские. Да. Сорт хороший, а помидоры вообще классные. 130 рублей. По факту, что касаемо дома. Полтора миллиона он стоит. Нужен там капитальный ремонт. Сантехнику всю полностью нужно выкидывать. потолки, естественно, надо делать. Дом снаружи тоже надо делать. И там еще, я вам увеличила, при хозяйке не стала говорить, там трещина. Вот. Потом полы там полностью надо переделывать, они проваливаются. Огород тоже в запущенном состоянии. Я сейчас, вот знаете, попрошу, вот после моих слов не писать, там, вот, там, выпендривается, выеживается. Я говорю, озвучиваю то, что я видела своими глазами, то, что, ну, то есть, это факт. Я не хаю их дом. Дом нам понравился, нам понравилось расположение комнат. Вот. А вам я озвучиваю, да, то, что, как бы, на самом деле там есть. То есть, это не означает, что я хаю, я просто описываю состояние дома, и это нормально. А, на одном из каналов сбежавшие, ну, то есть, заблокированные у нас хейтеры написали, денег нету, нихрена, а еще ездят, и вы ее живутся. Займите своей жизнью. Нет, подожди, дело не в этом. Мы имеем также право выбирать, вот, и нам пишут подписчики, даже у которых намного меньше денег, и тоже ищут жилье, вот. Поэтому так вот сказать, что денег нет, а вы ее живутся. Нет, деньги у нас есть, и на наш бюджет появилось даже, я бы сказала, такое достаточно большое количество домов, и квартир, в том числе, в той же Моревке появились квартиры. Да, Володя, мы еще смотрели, по-моему, кроме Моревки еще где-то мы смотрели квартиры. За Алтаем там на наш бюджет. Да ладно, на Алтаем, вот. Они шутят, и поэтому жилья много, и мы прекрасно понимаем, что оно в какой-то уже, ну, отдаленности будет от Ельска, но все решаемо. А сейчас мы из всего обзора жилья выбираем самые подходящие для нас конкретно. Конечно, решаемо, самолеты сейчас быстрые. Какие самолеты? Чтобы ездить на работу. А, на работу. Так, у нас неприятнейшая новость, начался ливень, Володя вообще в футболке поехал, молодец, я хотя бы ветровке, но оно мне сейчас намокнет очень быстро. Володя вызвал такси, мы сюда на такси добирались. Сколько? 500? 555 рублей назад поедем на такси. Погода вот такая у нас, друзья, под роликом про купание писали все, да, погода не шепчет, лето почему-то как-то не установится все никак, как-то уже который раз дожди, 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 достаточно прохладно, я в джинсах вообще поехала, хорошо, что одела джинсы, а то сначала одела шорты и босоножки, а Володя говорит, ты уверена, что ты так, ну, в таком готовом виде ехать? Вот, ну, поселочек маленький, аккуратный, уютный, те, кто здесь живет, в принципе, им нравится, вот, по поводу интернета мы так и не поняли, вот у Володи не ловит у меня интернет, что касаемо телефонов, да, то есть ловят, это у меня теле-2, а вот проводной хозяева не могут ответить, он есть здесь или нет, покупают люди, напротив купили дом за миллион триста в прошлом году и чехол от рюкзака, натягиваю на плечи, да, вот так, как зонтик его растение, идем погуляем по поселку, это на самом деле чехол с моего рюкзака, пойдем намокать, идем погуляем по поселку, так ты ж такси вызвал, вроде, оно приедет через сорок минут, через сорок минут, съездка едет, пошли погуляем, пошли, пошучу я, вот, и знаете, как сделали там ремонт, облагородили, ссадинком обшили, живут, радуются жизнью, соседи, кстати, вообще каким-то бизнесом занимаются, ну, естественно, все работают в Ейске, все ездят отсюда, ну, как, кто работает, многие ездят в Ейске, тут работы вообще нет, от слова совсем, вот, поэтому, как-то так, вот я говорю, что тут кто-то занимается бизнесом, ну, тут поля, мы ехали кругом, поля, 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 и одни поля, поэтому, если хотите жить в уединении, ну, как, далеко, достаточно от цивилизации, если у вас есть машина, а, у меня телефон разоряется, вот, разряжается, сейчас, то, в принципе, все решаем, по деревне, кстати, нельзя стоять во время грозы, если начнется гроза, ну, вообще, у нас МЧС два дня подряд уже грозы, ливни передает, ну, что, ты расскажешь что-нибудь? Да, Дима едет в Октябрьском, а, едет уже, да, вот, друзья, ну, что, всем спасибо огромное за просмотр, за ваши лайки, за комментарии, вот, и, ну, делаем, если бы это, кто любит отдаленность, я говорю, да, не все ведь любят в какой-то, вообще, от шума, от, пожалуйста, фактически на хутор, ну, так он хутор, но, все условия, газ есть, свет есть, вода есть, интернет тоже протянут, сто процентов, я вот не верю, какой поселок-то расскажешь, хутор-то какой? Какой? Название хутора? Ханты-Мансийские. Ну, хватит, мы же не будем, не будем же мы этот вариант рассматривать, не будем рассматривать? пока не озвучено. Не будем пока озвучивать? Да, как это называется? Как меня учили в театральном училище? Подвесим интригу. А как мне ролик называть? Дом в хуторе неизвестном? Неизвестно за сколько рублей? Два придурка на хуторе. Ну, я к этому не отношусь. Татьяна, про нас? Про кого? Сейчас ты опять доболтаешься, мне это придется вырезать, ты уже в прошлом видео наболтал. Нет, шучу, вариант хороший, кто любит отдаление от этого, ну, немножко не для нас, конечно. Машина нужна, большой двор, большой этот, можно, кстати, второй дом построить, запросто, семь соток, плюс газифицированная времянка. Ну, или, а, нет, это нельзя, значит, он же это, он на двоих хозяев, ну, как не на двоих хозяев, то есть, он вот такой длинный и поделен пополам, да, это квартира на земле, считается, это тоже, да, квартира на земле, считается, а, ясно, квартира на земле, то есть, огромный, ну, длинный такой дом, он разделен на две части, разные, да, очень, разные входы, вот, в общем, вот так, друзья, вот, мы вам показали, кстати, очень хорошие хозяева, и они приехали временно, они здесь до августа месяца, попросили нас, говорят, ребят, если вы не будете покупать дом, то расскажите кому-то из своих знакомых, возможно, они купят этот дом, вот, мы, знаете, как, давайте мы это подумаем, еще приедем домой, и, если я напишу в названии ролика, или, ну, сейчас пойти у них спросить, может, оно им надо, они скажут, да, выкладывать, так она же сказала, мы когда уходили, она сказала, пожалуйста, если не будете покупать, то предложите. им продать надо, вот они в августе уезжают, им до августа надо уехать. она сказала, да, он им не нужен вообще бесплатно, потому что, как она сказала, мы сюда миллион наездили. Ну, да, в общем, давайте так, я тогда выложу телефон хозяев, и название, название этого поселка будет в описании ролика. заканчиваем. Все, друзья, у нас приехал такси, всем хорошего настроения, мира, добра, позитива, побольше, и не надо, пожалуйста, додумать и искать какой-то негатив в нас. У нас все хорошо, у нас хорошее отношение к подписчикам, мы их любим, обожаем, и всем благодарны, кто подписался на наш канал, и кто просто заглянул к нам, меня заливает дождем. Все, всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!